Всем привет! Это канал Lime и сегодня я хочу вам рассказать о пяти самых необычных людях нашей планеты. Поехали! Аму Хаджи Иранец, который удостоился звания самого грязного человека в мире. Титу Хаджи сумел завоевать из-за того, что он не мылся более 60 лет. И он этим гордится. Его кожа покрыта чешуйками отслаивающейся грязи, глаз почти не видно, а вонь от него чувствуется за версту. Аму ведет очень примитивный образ жизни, а его главное сокровище – это металлическая водопроводная труба, из которой он курит навоз. Отшельником Аму стал после какого-то пережитого в молодости эмоционального стресса. Тогда же он и перестал принимать душ. Более того, Аму уверен, что если он в один из дней решится принять душ, то после этого непременно заболеет. Или с ним произойдет нечто плохое. Такая суеверность непонятно многим. Но таков выбор самого Хаджи. Оказывается, существуют люди, у которых могут расти рога совсем не из-за измены супруги. Эту бабушку зовут Чань Руйфанг. Живет она в провинции Хэнань, ей уже более 100 лет. По мнению врачей, рога начали расти из-за нарушения обмена веществ. Такие наросты появляются, если на голове человека закупориваются волосяные мешочки. Однако случай китайской бабушки уникален. Содержимое волосяных мешочков окостенело, одним словом превратилось в кость. И все бы ничего, только эти безобидные шишки очень сильно напоминают дьявольские рога. И если один рог еще можно списать на совпадение и злую шутку матушки природы, то новый симметричный нарост с другой стороны лба, который начал расти, позднее просто шокирует окружающих. Годовалый индийский мальчик Акшат Саксена родился с 34 пальцами на руках и ногах. У мальчика по 7 пальцев на каждой руке и по 10 пальцев на каждой ноге. Большая часть дополнительных пальцев не функционировала, и ребенок уже перенес несколько операций по их удалению. К сожалению, среди многочисленных мизинцев и указательных пальцев Акшата не оказалось ни одного большого пальца, поэтому врачи планируют реконструировать их с использованием удаленных лишних пальцев, чтобы ребенок мог нормально работать руками. Причиной появления дополнительных пальцев является редкое генетическое заболевание полидоктилия, которое может передаваться по наследству или появляться в результате случайной мутации. Самым волосатым человеком в мире признан житель Китая Юй Чжэньхуань. 96% поверхности его тела покрыто густыми волосами. Юй родился в небольшой фермерской семье, довольно бедной даже по китайским меркам. Уже в 2 года у него стали расти волосы в ушах. Поначалу родители не обращали на это внимания, но мальчик стал хуже слышать, и они отвели его к врачу. Тогда и выяснилось, что у ребенка крайне редкая болезнь, которую никто не знал, как лечить. Волосы продолжали расти по всему телу, но это ему особо не мешало. Наоборот, уже в детстве он стал сниматься в фильмах и стал популярен у себя на родине. Время от времени Юй приходилось делать лазерную эпиляцию, довольно болезненную процедуру, учитывая густоту его волосяного покрова, но для него это не просто косметологическая прихоть, а необходимость. Без удаления волос его лицо зарастает до такой степени, что мешает ему видеть и слышать. Насрит Нелли Шахин, страдающий от редкого заболевания благодаря врачам, мужественно борется с недугом уже на протяжении 28 лет. Веки вывернуты наизнанку, брови отсутствуют, нос, руки, пальцы, ноги деформированы. Кожный покров скорее напоминает панцирь, чем кожу. Большинство детей, родившихся с ихтиозом орликина, редким врожденным заболеванием, умирают в первые месяцы, а чаще дни после рождения. Толщина кожи у младенцев, родившихся с ихтиозом орликина, может достигать 1 см. Большинство больных погибают вскоре после появления на свет от нехватки воды в организме или от микробов. По мнению большинства специалистов, данная болезнь несовместима с жизнью. В настоящее время, благодаря помощи врачей, дети с ихтиозом орликина живут гораздо дольше. Но, несмотря на помощь врачей, жизнь детей превращается в ад. Почти никто из них не доживает до совершеннолетия. Нелли Шахин вынуждена мыться не реже, чем 2 раза в день, так как ее кожа очень быстро затвердевает и нарастает. После купания она обязана покрывать все тело толстым слоем крема, который защищает кожу. Несмотря на болезнь, Нелли учится в колледже. Ее самая большая страсть – покупки. Она часто ходит с друзьями в кино, посещает вечеринки, которые устраивают ее сверстники. Нелли не отчаивается. Мало того, она старается помочь другим больным детям, страдающим, как она. Она выискивает несчастных с помощью социальных сетей. Еще Нелли увлекается спортом. Она любит плавать, так как вода хорошо воздействует на кожу, увлажняя и смягчая ее. Несмотря на болезнь, она сделала пирсинг носа. Нелли Шахин – это уникальный случай. Еще никто с ихтиозом орликина не доживал до такого возраста. А на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Lime. Сочного всем настроения! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok